Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему в честь какой-либо конкретной иконы Божьей Матери освящаются храмы? Действительно, раньше в древности были храмы либо Спаски в честь Господа, а не конкретного праздника господского, и Богородичные в честь Царицы Небесной, без конкретного разделения особых почестей той или другой иконе, либо уже храмы в честь святых мучеников, святителей, как правило, выстроенные на месте их мученических страданий или пребывания их святых мощей. Впоследствии более конкретно и храмы в честь Господа освященные именовались Преображенскими, Вознесенскими, Входо-Иерусалимскими, Крестовоздвиженскими, и храмы в честь Богородицы Успенскими, или Богородицы Рождественскими, или Рождество Богородичными, или Скорбященскими, или Всех Скорбящих Радостинскими, которые уже были посвящены либо конкретному празднику из земной жизни Пресвятой Богородицы взятыми, либо иконам, прославившимся в этом районе, в этом регионе, в этом монастыре. Вот пример построенного и освященного в середине XIX века Казанского собора в Свято-Успенской Вышинской пустыне. Сама пустынь началась с благословения великой княгини Иннокене Марфы, матери первого из царственных Романовых рода в 1625 году этой грамотой о устроении Церкви Успения Пресвятой Богородицы, с которой на этом же месте, на берегу реки Выше, началось развитие мужского монастыря в честь Успения Божьей Матери и вместе с строительством этого храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но впоследствии именно список с казанской чудотворной иконы Божьей Матери, носимой поселом, окрестным из монастыря Вышинского. После многократных молебнов, пред нею совершаемых, Великая Милость Божия свершилась с народами. Проходили исцеления. Эта икона, еще в Тамбове прославившейся, была пожертвована ее хранительницей в Вышинскую Успенскую Богородичную пустынь, Инкиний Меропий. И в этой обители уже явила Богородица через этот образ Великой Милости своей роду христианскому. И неудивительно, что в середине XIX века рядом с Успенской церквью возник собор, в росписи которого принимал участие сам святитель Феофан Затворник. И, собственноручно, он оставил даже для нынешних времен образ своего святого покровителя, священномученика, преподобномученика Феофаны, Сегриадского, иконописца, пострадавшего от иконоборцев, и сейчас там, в этом соборе, и мощи святителя Феофана почивают в Серебряной Раке. И этот образ сохранен. А сам храм посвящен памяти иконы Божьей Матери Казанской. И именно на Казанскую икону день ее памяти является престольным торжеством в этом храме. И вот таким образом складываются и в других городах и весях особые почитания в честь той или иной иконы Богородицы и воздвигнутые в благодарность за чудеса и знамения, дарованные от этой иконы, по молитвам перед этой иконой, от самой Богородицы, и соборы в честь, или именованные в честь этих икон. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok